Друзья, доброго времени суток! Рада приветствовать всех, кто впервые со мной, либо кто в целом заглянул на мой канал. Сегодня я наконец-то анонсирую набор на курсы обучения Таро у меня непосредственно, скажем так, под моей гидой. Итак, выполняю это по вашим просьбам, писали вы мне неоднократно. Я, скажем так, не анонсировала, потому что постоянно поток, то одни занятия, то другие занятия. Я непосредственно не только обучаю, я сама все время обучаюсь, не стою на месте. Итак, с чего начнем? Кого я беру в обучение, с кем я работаю и так далее? Значит, ребят, смотрите. Кого я беру в обучение? В обучение я беру тех людей, у которых есть к этому задатки. То есть, ваше словесное выражение, у меня к этому есть интерес, есть тяга, это все, конечно, прекрасно. В данном случае, что я смогу вам предложить, это только свой видеокурс по теории, если вам это подходит, но, к сожалению, в практику. Я вас не возьму. Всего обучение у меня будет состоять из двух блоков. Видео уроки мои, там где я даю начитку по теории и свои собственные наработки, рассказываю о всех тезисах. И сейчас это озвучу. И практика. Хочу заметить, что практику я не веду в групповых формах, я веду только в индивидуальном порядке. Поэтому, ребят, с вами тоже соответствующее. Заниматься мы с вами в совокупности будем 4 месяца. Длительный период обучения, не спорю. Но поверьте, оно того стоит. Итак, опять же, с чего начать? Просчитать свои навыки, либо задатки вы можете при помощи нумерологии, это раз. Либо подав мне заявку для того, чтобы я посмотрела, есть ли у вас задатки. Я смотрю непосредственно это раскладом. Возможно, вам не ко мне. Задатки, например, у вас могут быть, но вам необходимо практиковать как вариант руны. Либо вам необходимо практиковать и работать оракулы, либо с биолокацией, либо в целом у вас может быть абсолютно другая, скажем так, стезя. И вам не ко мне. Но Таро в последствии может для вас служить как вспомогательным инструментом. Например, для магов, для практиков, которые это используют для ритуалов. Это раз. Во-вторых, с чего начать? То есть, допустим, мы просчитали, у вас есть задатки, все замечательно. Вам нужно вообще определиться, а ко мне ли вам. Потому что, как вам понять, какую школу нужно изучать, как подобрать себе специалиста. Всего на текущий момент в мире существует 4 школы. Они являются базовыми. Итак, это английская и французская. Английская это система Райдер-Ойта, система Кроули. Французская это Марсельская Таро и Таро Папюса. Открывать я их не буду, в этом нет необходимости. Объясню, чем они отличаются. Во-первых, внешний вид карты. Буквы Кабалы на старших арканах. Сюжет младших арканов и последовательность стихий. А также подход к гаданию на Таро. То есть, ритуалы, приметы. И в целом, если это касается старой школы, то здесь они еще, скажем так, спорят, где расположен старший аркан Шут. Ну, то есть, является ли он нулевым, либо он является замыкающим 22. Так, теперь, что могу вам сказать здесь еще? Итак, я буду обучать только системе Райдера Уэйта. То есть, вы можете ознакомиться с этими школами в интернете, погуглить, собрать информацию, какая школа для вас будет близка. Если вы решили, что Райдер Уэйт это ваше, вам легко с ней работать, комфортно, комфортно, ок, я, скажем так, могу вам предложить здесь обучение. Итак, что я буду, скажем так, преподавать на своих курсах и как с вами мы будем работать? Как я уже сказала, у меня будет два блока. Первый блок, это у нас идет с вами теория, вторая идет практика. Касаемо теории, что я буду вам давать? Я не буду вам давать какие-то сумасшедшие трактаты по поводу того, что такое Таро, история его происхождения. Все это, безусловно, пройду кратко. Я вам дам следующие аспекты. Как выбрать колоду? Причем, работая индивидуально, я буду вам давать значение и проработку не только классики. Вы сможете выбрать любой другой оракульный тип колоды, который для вас близок. И мы будем сопоставлять, проигрывать. Возможно, объясню почему. Потому что вот некоторым классика дается очень тяжело с позиции прорисовки. Причем это у меня еще колода с золотым тиснением, да, ну вот, золотое Таро. Она, знаете, немножко как 3D, в нее можно погрузиться, как-то легче идет информация. Но если колоды обычные, то мои ученики очень тяжело воспринимают информацию. На этом плане говорят, что, вы знаете, мне не нравится, либо мне не идет, мне легче работать с колодами оракульного типа. Ну вот это простая. Самая простая, моя древняя колода, не помню, сколько ей лет, но вот видите. Самая простая, самая обычная. Она тоже легка в прорисовке, в понимании. Ну, классика, добавить мне здесь нечего. Поэтому в индивидуальном порядке будем прорабатывать как классику, так и любую колоду оракульного типа, на ваш выбор. То есть, как вариант, ну вот, например, многим новичкам легко в работу брать колесо вода. Колода замечательная, яркая, говорящая. То есть, даже тем, кто не знаком с Азами Таро, будет легко с ней работать. Тоже уже такая, видите, у меня старенькая, она потрепанная, заезженная. Но тем не менее. Видите, то есть, некоторым будет, ну, как легче работать с ней. То есть, здесь уже на ваше усмотрение. Выбирайте любой тип колоды, соответственно, будем работать. Итак, что я вам буду давать? Как выбрать колоду? Как подобрать именно подходящую, чтобы была ваша? Потому что зачастую выбрали колоду нравится, а потом, понимаете, да не пошло. Безусловно, понять это вы можете только в процессе практики. Классику с вами будем изучать в любом случае. Хотите вы того или не хотите, да? Ну, а оракульную колоду оракульного типа уже, скажем так, как дополнительный материал. Итак, как начать работу с колодой? Как чистить? Как заряжать? Если особенно вы будете просчитывать и делать расклады на лучи мессии. На лучи мессии, безусловно, колода заряжается. Далее, я буду давать вам схемы защиты при работе с клиентами. То есть, как защитить себя от снятия негатива с клиента. Сами чистки для вас, потому что, безусловно, хотите вы того, не хотите. Будут такие моменты, когда вам нужно будет обязательно в порядке чиститься. А также, значение всех арканов, абсолютно старших, плачев, как в прямом, так и перевернутом положении. Потому что я работаю и на прямых, и на перевернутых. Причем, в сфере работа, финансы, здоровье, личная жизнь, характеристика личности, совет от карт, предостережение, общее значение из позиции негатива. То есть, поверьте, у вас будет база и наработка, с которой вы можете раскладывать не только себе, но и работать непосредственно со знакомыми. Теперь, что вам будут давать еще? Методы считывания информации. Познакомимся. Плюс будем разрабатывать, собственно, ваш авторский метод считывания информации. Объясню, почему. Потому что все мы разные. У кого-то есть аспект ясновидения, у кого-то есть яснослышание. И когда вы занимаетесь в группах, ну, нельзя брать всех под одну гребенку. Каждый из нас уникален и индивидуален. Поэтому и подход к работе должен быть, соответственно, тоже в индивидуальном порядке. Буду вам показывать принципы работы с квиринтами, то есть основные правила. Также расскажу о концепции успеха. То есть, если вы захотите поставить Таро, ну, скажем так, сделать его основным своим видом деятельности. Будем с вами не только у нас будет практика, да, в индивидуальном порядке. Мы будем закреплять знания. Будем рассматривать Таро как систему самоанализа для себя. Потому что мне часто говорят Тарологи, вы знаете, я себя не могу посмотреть. То есть, буду вас учить, как смотреть себя саму. Я вам скажу честно. Я обращалась всего лишь, может, там, 3-4 раза к другим Тарологам, да, к другим практикам только по той простой причине, что, например, в этот момент я болела, и когда вы болеете, смотреть нельзя. Ни себе, никому-либо другому. А так, я всегда смотрю себе, информация доступна, информация идет так, и она проигрывается. То есть, нет, скажем так, влияния на колоду, и нет влияния на карты. Теперь, более того, я вам дам список рекомендуемой литературы после обучения, которая поможет вам в дальнейшем развиваться. Будет служить основной базовый, к которому вы сможете время от времени обращаться как первоисточнику, который вам будет давать еще какие-то дополнительные наработки. Ну, и в целом, поймите, я тоже буду базироваться на двух аспектах. Это как Таро обучение с нуля, ну, и будет у меня еще курс, но это будет уже впоследствии Таро как бизнес. Ну, кого-то это пугает, кого-то не пугает. То есть, если вы поймете, что это веселит на ваше, дело вашей жизни, то я вам покажу, как можно это развить. Вот так, это если кратенько. Безусловно, все аспекты я не озвучила, все это я вам буду проговаривать в индивидуальном порядке. Поэтому, если вас интересуют, ссылки на мои контакты для того, чтобы пообсудить все эти нюансы либо записаться на курс обучения, вы сможете найти под этим видео. Но я вас искренне благодарю. С вами была Ева Лекцер и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok